Закон улиц. Именно так назвала свой социальный фотопроект жительница Петропавловска Наталья Юрчук, которая в конце сентября стала жертвой нападения агрессивного домашнего пса. Тогда, напомним, соседская лайка едва не разорвала её питомца, мопса Лимона. Да и хозяйке здорово досталось. В поисках справедливости и попытках привлечь хозяина собаки-агрессора к ответственности Наталья столкнулась с суровой реальностью. Ситуация, которая произошла со мной и с моим питомцем, когда на нас напала соседская собака, показала мне, что за это никому ничего не будет, кроме тех, на кого напали. Трамппункты, операции, дорогостоящее лечение. Я понимаю, что я не хочу, чтобы это случилось с кем-то ещё. Я сделала фотопроект «Законы улиц», так условно я его назвала, потому что сейчас у нас действует только закон улицы. Я очень хочу, чтобы появились правила по содержанию животных, правила в благоустройстве города. Я знаю, что сейчас уже над этим работают. Ещё раз напомню, в этом точно есть необходимость. Своим фотопроектом Наталья хочет ещё раз обратить внимание общественности на существующую проблему. Ведь на месте жертвы агрессивного пса может оказаться любой из нас. Для начала я решила сделать картинку того, как это вообще со стороны выглядит, чтобы все понимали своими глазами, что на месте жертвы может быть он сам, может быть любой его родственник, могут быть дети, их питомцы. А далее я думаю, что я буду просто периодически напоминать и снимать кадры, которые показывают всю жестокость происходящих событий. Потому что сейчас уже грызут не только собаки нас, но ещё и хозяевам между друг другом. Нету правил, никто не понимает, кто что должен. А ведь всё просто. Поводок, намордник и ни в коем случае не отпускать собаку на самовыгул. Напомним, что в декабре прошлого года был принят федеральный закон об ответственном обращении с домашними животными. В законе чётко прописано, как содержать, как выгуливать собак и так далее. Но вот отследить его исполнение, как выяснилось, практически невозможно. Почему? Потому что должны быть соответствующие нормы, позволяющие, если мы говорим о муниципалитете, осуществлять некий надзор. То есть, условно говоря, если произошёл случай, значит, оставляется протокол, дальше направляется соответствующая структура для того, чтобы оштрафователь каким-то образом, лицо, которое сделало нарушение закона, подверглось административной и иной ответственности. Но, как выяснилось, достаточно давно, муниципалитет таким полномочиями не обладает. Напомним, что депутаты совместно с администрацией краевой столицы сейчас работают над тем, чтобы внести соответствующие изменения в правила благоустройства Петропавловска, чтобы получить возможность контролировать исполнение федерального закона на уровне муниципалитета.